Музыка Всех приветствую дорогие друзья И вновь мы находимся в самом правильном месте Где воспитываются правильные будущие чемпионы Будущие нашей страны И это наш уникальный проект Популяризации и развития спорта В частности дзюдо Дзюдо со звездами Сегодняшняя наша гостья Популярная актриса Ведущая Певица Встречайте Юлия Беретта Стрелки Ты бросил меня Ты бросил меня Когда ты ушел Я осталась одна Ты бросил меня Ты бросил меня Ты мне сказал Что я не нужна Ты бросил меня Ты бросил меня Когда ты ушел Я осталась одна Ты бросил меня Ты бросил меня Ты мне сказал Что я не нужна Ты бросил меня Ты бросил меня Ты бросил меня Так, хорошо Ты бросил меня Все нормально Скучаются Вот она Вы крутая Российская певица, актриса, бывшая солистка группы «Стрел» и Юлия Беретта, встречаем, аплодисменты Дмитрий Носов отлично сочиняет песни и стихи Мы упражнялись в этом больше, когда дружили Почему когда дружили? Потому что когда-то ты приходил ко мне на день рождения, а сейчас перестал ходить Я тогда отмечала, а сейчас уже нет А я виноват, что не приглашаю, вот это женская тема Я отмечаю, не приглашаю, но ты виноват, что ты не приходил Очень оригинально одета, очень крутая прическа Чувство вкуса очень крутое Дим, спасибо большое, мне приятно Молодец вообще Я старалась, я готовилась к нашей встрече Ты же не знала, что здесь будет Не знала, но я почувствовала, видишь? В 2002 году ушла из группы «Стрелки» И у меня огромный был такой поиск 20 лет назад Ну да, 20 лет назад Я была в поиске столько лет И только после того, как родила сына Я поняла, что вообще нащупала это музыкальное свое лицо И начала развиваться такими семимильными шагами в музыке И почувствовала фундамент, так сказать, под ногами Любое успех, любое медийное лицо – это команда Конечно Только вопрос в другом Стоишь бы ты во главе этой команды Или ты просто лицо? На самом деле талант, найти свою команду – это тоже большой талант Если бы ты проявила интерес к дзюдо Раньше То к тому, что ты сейчас нам сказала Ты бы пришла не 6 лет назад А еще раньше бы И сегодня мы тебя Сегодня мы тебя Точнее, ребята Немножко погрузят в мир тзюдо А тзюдо – это тоже философия И ты на выходе все поймешь Тогда я меняю свой красивый костюм Цветы отдаю И я готова перевоплощаться Пошли в фото Дзюдо – это спорт двух сердец Что это значит, да? Есть ручный вид спорта, когда ты сражаешься Или ментовочный А это спорт двух сердец Соответственно, здесь и тематика воспитания дзюдо Чем хорошо для подрастающих поколений, что мы постоянно В контакте В контакте Это и делает дзюдоистов более уверенными в себе И помогает в будущем достигать Разбираться в людях Разбираться в людях Достигать определенные цели Самый сложный прием Вперед А теперь на меня И в определенный момент Вы мне по ноге бьете Подсечки делаете вот сюда Да? Не, я покажу Подожди, вот так Вот так? Да Вот, идем сначала Два, три Пум! Во! Написала песню, ребята Называется «Дети России» Мы, дети России Мы, дети любви Наша сила берет Отчизна в нашей крови Дух наш бессмертен Молитва слышна Мы, дети России Здесь живет душа Мы слушали сейчас великолепную патриотическую песню Я хочу сказать Как человек разбирающийся Это на самом деле шедевр Спасибо тебе Я надеюсь, что вот эта песня Захвать верхушки хит-парадов Так называемых Потому что у нас на самом деле В шоу-бизнесе очень тяжелая история Идиотские песни Которые просто ротацию похвотили Там несколько миллионов Да? Бездарностей разных Мы вынуждены это слушать Я вот очень надеюсь, что твой хит Я не понимаю Ну бездарность ты уже отправил на пенсию Мы все это знаем Это кто? Это кто-то что? Эморген Штерн Ага, да Его имя не произносится Как бы Алишерка это... Я помню твои посты про него Ну все, как бы на нем крест в России Он признан агентом И он больше не сможет заключать никаких спонсорских контрактов Как так получается, что ты человек Вот особенно твою последнюю песню Да? Как правильно? Сильный рост Дети России Да? Это просто... Если задуматься над словами Ну это настолько глубоко Настолько патриотично Настолько важно И самое главное Это хитово Это не какое-то занудное слово Ходить и строить Любить Родину Нет Почему такая музыка сейчас Почему она менее востребована А люди, которые пропагандируют наркоту и так далее Идет за себя Как ты считаешь, почему? Во-первых, я не бежу за творчеством других артистов Потому что молодое поколение В принципе, оно рассчитано на другие гормоны Просто когда ты юн У тебя работают другие гормоны И вот молодежь, которая Пытается договориться со своими поклонниками На своем языке Она находит какие-то низкие вибрации И начинает их расшатывать И вот эти низкие вибрации Они... Это на... На... Наипростейший способ Для того, чтобы раскачать Возьмем 50 лет назад, грубо говоря Были люди тоже молодые Ну то есть, если меняются времена Одежда, вкусы Сейчас цензура очень-очень Сейчас мало кто может сказать Так открыто Сейчас очень есть Ограниченные вариации на тему И даже песня... Так это она появилась только-только Благодаря тому, что мы эту тему качнули Ну это хорошо Она только начала появляться Значит мы должны ее были качнуть Она просто... Она же... Она как снежный ком Она накапливалась, накапливалась, накапливалась Она же не сразу появилась И сразу начали Ну как бы говорить об этом все так открыто Ну о пошлостях О наркотиках и так далее Это же все происходило постепенно Постепенно, постепенно И в тот момент, когда Произошел вот этот пик неприятных Таких вот... Ну когда ты понимаешь, что твой ребенок Можешь зайти, послушать это И вот вообще прокачаться Всей вот этой вот негативной информацией И тоже стать таким же То, конечно, ты начинаешь бороться с этим А в тот момент, пока ты живешь И не чувствуешь угрозу Да, ты абсолютно живешь И как бы радуешься Потому что, ты понимаешь, каждый видит То, что есть во мне Я вижу это в других Если этого нет во мне Я это и не вижу Пока это не становится какой-то такой Глобальной социальной проблемой Вот это стало социальной большой проблемой Поэтому появились такие, как ты Спасатели И которые взяли в свои руки Вот эти вещи Что правильно И начали с этим бороться Как мне нравится, когда вы падаете Еще тут можно мужчину не только бросать Можно ломать ему руки И душить Ну вот вас кто-то будет душить Почему мне кто-то будет душить У меня охрана А я вот такой Раз и все Нет, отсюда можно Вот Леша, например, меня будет душить Да Я не просто буду стоять В ответ я делаю удар Возьму руку И произвезу И И Еще раз Еще раз Сразу же Наброс Леша Леша Ты бросил меня Ты бросил И еще раз Я молодец И самый главный вопрос Вам нравится бросать мужиков Да Замечательный вид спорта Я всем рекомендую заниматься дзюдо Потому что это круто Это сердце в сердце Двух часов тренировок Вот чуть-чуть устала, скажи Я просто никакая Я просто никакая сейчас Я уже не устала Но я хочу еще Знаете, это такой наркотик своего рода Дорогие друзья Берите своих детей И приводите в школу Носова Потому что здесь замечательная школа Здесь настоящие профессионалы Которые могут не только рассказать И показать Но еще научат разбираться в людях Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok